Рейнбоу Ричард Хью Блэкмор Один из талантливейших гитаристов 20 века Этот британский гитарист и автор песен в разное время, по сути, создал три крутых и успешных проекта Что свидетельствует о его вкусе и организаторских способностях Однако и назвать его Пай-мальчиком нельзя Многие музыканты группы отмечали, что с ним трудно ладить, он может уволить в любой момент Даже лучших друзей он не стеснялся просить уйти, если того требовал успех проекта Блэкмор был одним из основателей Deep Purple Про них, кстати, есть ролик на канале В 73-м музыкант оказался во главе темно-пурпурной машины Но развивать проект желания не возникало Все чаще Блэкмор встречался не с коллегами по Deep Purple, а с Рони Джейбсом Дио и его группой Эльф Во время одной из совместных посиделок в Лос-Анджелесском кабачке под названием «Радуга» Ричи подкинул Дио пробное испытание Придумать текст к одной из его мелодий Уже на следующий день текст был готов И на свет появилась песня под названием «Зеленые рукава XVI века» Плюс ко всему выяснилось, что Ричи и Дио Одинаково увлечены средневековой эстетикой Гитарист давно любил музыки эпохи барокко А вокалист – всяческие сказания и легенды Проблему с остальным составом решили просто Дио взял и увел под крыло Блэкмора практически всю свою группу Эльф В результате возник новый проект В сотрудничестве Ричи Блэкмора и Дио родился альбом 1975 года Названный в честь именно той забегаловки, где сидели Блэкмор и Дио Пластинка, которая изначально задумывалась как сольник Блэкмора Считается дебютной в дискографии Рейнбол С ее релиза начинается история создания группы Первым синглом альбома стала песня «Человек на Серебряной горе» Запоминающимся гитарным рифом и мифическим текстом Песня поется от лица некоего мессии Который призывает слушателей сделать его объектом поклонения С учетом атмосферы рок-концертов Эти строчки звучали более чем наглядно Более того, когда первый вокалист Рейнбол в 2010 году умрет На его могиле так прямо и выбьют «Человек на Серебряной горе» Ронни Джеймс Дио Альбом забрался на 11-ю строчку хит-парада Великобритании И попал в американский топ-30 После этого Блэкмор окончательно покинул Deep Purple И соединился с Дио в новом проекте Музыканты Эльф может и были талантливы Но по мнению Блэкмора не подходили для живых выступлений Им на смену пришли басист Джимми Бэйн Клавишник Тони Кэрри и барабанщик Коти Пауэлл В таком составе Блэкмор на гитаре и Дио на вокале В ноябре 1975 года Рейнбол дали первый концерт Как бы в оправдание названия сцену украшала радуга из 3000 лампочек В феврале 1976 года вышел второй студийный альбом Впрочем, если читать надпись на обложке целиком То можно перевести название и как «Восхождение радуги» Само словечко «Восхождение» прямиком отсылало нас к тексту лучшей песни альбома «Звездочет» Окрывается она зубодробительным барабаном соло в исполнении Кози Пауэлла После барабанной дроби в ход вступают мощные гитарные риффы с явным восточным привкусом Кроме того, Блэкмор вспомнил и о старых экспериментах своего коллеги под Deep Purple Джона Лорда Симфоническим оркестром Тогда они гитариста здорово раздражали Но теперь он счел симфонизм уместным Так как альбом записывали в немецком Мюнхене На помощь был призван местный оркестр Правда, Ричи не позволил академической музыке господствовать над рок-н-роллом Явственно, оркестр становится слышен лишь в завершающей коде Песня вышла хоть и длинной, зато отменной С плотным, роскошным, по-настоящему эпическим звучанием Дио не только от всей души спел, но и, как водится, написал очередной фэнтези-текст Звездочет написан от лица древнеегипетского раба Он служит волшебнику, который одержим идеей полететь Он все время смотрит на небо А рабы строят каменную башню, такую, чтобы Звездочет мог с нее прыгнуть В конце он пытается полететь И, конечно, падает на землю и умирает Рабы свободны Тут Звездочет заканчивается и начинается следующая песня альбома «Свет во тьме» Волшебник мертв и рабы на свободе Но вся их жизнь держалась на вере своего хозяина и на то, что он сможет полететь Они не знали, что делать, пока не увидели свет во тьме Многие из песен альбома были уже обкатаны на гастролях и репетициях Поэтому сама запись пластинки заняла, смешно сказать, 10 дней А длиннющую «Свет во тьме» умудрились записать и вовсе с одного дубля А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте Там я собираю все треки из роликов А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки Помочь мне вы можете через сервис Boosty Также веду страницу на Яндекс.Дзене Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там Все ссылки оставил в описании под видео В августе 1976 года Блэкмор уволил Бэйна и Кэрри История гласит, что лидер Рейнбол в принципе тягать телкадровым перестановкам Однажды Рикки Монро, будущий барабанщик группы, отметил С Блэкмором было очень трудно ладить Никто не знал, когда он обернется и скажет «Ты уволен!» Впоследствии Дио станет первым, кто уйдет сам Случайная встреча с Тони Айоми из Black Sabbath, совсем недавно расставшимся с ротменом Ози Осборном Подтолкнуло вокалиста к тому, чтобы официально покинуть Рейнбол в начале 79-го года Однако в помпезности концерты Рейнбол не уступали песням Перед выступлением раздавался голосок Джуди Гарден из кинофильма «Чародей из страны Оз» «Татошка, мне кажется, мы больше не в Канзасе, мы должны быть над радугой» После чего на сцене зажигалось разноцветными огнями гигантское сооружение в виде радуги Которое изрядно пугало Дио, ведь однажды деталь конструкции рухнула, чуть не раздавив певца Из новых песен, представленных на гастролях 77-го года Особенно выделялась песня «Да здравствует, рок-н-ролл» Которая вытеснила из плейлиста эпического звездочета Именно она дала название очередному альбому группы и стала его первым синглом Сей лозунг мы можем увидеть и на развороте конверта виниловой пластинки Его держит в руках один из представителей толпы на концерте Правда, оформители схитрили На самом деле было использовано фото публики с концерта совсем другой группы «Раш» Про них, кстати, тоже есть ролик на канале Поэтому оригинальную надпись на плакате замазали и заменили на нужную Хотя пластинка и вышла достаточно крепкой Ее запись проходила тяжело и вяло Процесс протекал в старинном французском замке Поэтому Ричи большую часть времени проводил за общением с местными призраками Да играл в футбол Гитарист признавал, что из всего материала альбома ему по-настоящему нравилась только одна композиция И самое главное Ричи и Дио стали уставать друг от друга Результатом, как уже говорилось, стал не только уход вокалиста, но и изменение стилистики группы Официальным поводом для ухода послужило желание Блэкмора изменить музыку Рейнбол с классической средневековой на более коммерческую Новым голосом Рейнбол стал Грэм Боннет из группы Марблс Его голос Блэкмора вполне устраивал А вот короткая прическа и зарядно бесила Ричи вспоминал, что не раз требовало от него соответствовать рокерскому имиджу Но стоило только Паттлам отрасти, как вокалист тут же убегал в парикмахерскую Кроме того, Боннет до чертиков боялся записываться в средневековом замке, который так любил Ричи Другим важным приобретением группы стал басист Роджер Гловер Старый знакомый Ричи под Дипепл Кроме собственно бас-гитары, Гловеру пришлось заниматься и текстами группы Взамен ушедшего Дио И с выходом в 1979 году альбома стало ясно, что группа более не намерена писать на мистические темы и создавать эпические композиции На смену им пришел более обтекаемый коммерческий хард-рок Ярким примером коммерческого разворота стала песня All Night Long Она стала номер пять в Британии и до сих пор является одной из самых узнаваемых песен коллектива Ее текст повествовал о парне, который готов заниматься любовью всю ночь напролет Автором же другой попсовой композиции Син Сью Бинган оказался человек со стороны Рас Баллар Сонграйтер и бывший участник группы Арджин Впервые эту песню Баллар записал еще в 1976 году на своем сольном альбоме Но настоящим хитом она стала именно в исполнении Рейнбол Однако, несмотря на это, продажи альбома были намного меньше, чем у предыдущего, возглавляемого фронтменом Дио Боннет не оправдал на сцене высоких ожиданий Блэкмора И после выступления, в сильно пьяном состоянии на фестивале рок-музыки летом 80-го года Вокалист был довольно-таки бесцеремонно уволен Вновь занявшись поисками вокалиста, Блэкмор нашел своего человека в лице американского певца Джо Ли Тернера Смены состава происходили в процессе записи нового альбома Поэтому первая версия песни «Я сдаюсь» была записана еще с предыдущим вокалистом Тернер ее перезаписал и композиция заняла третье место в британском хит-параде Авторство этого хита снова принадлежало расу Балварду И хотя песня звучит достаточно попсово, она всегда мне очень нравилась Очень уж красиво все звучало, ну а соло Блэкмора просто выше всяческих похвал Сам гитарист не раз заявлял, что прежде всего он в песне ценит мелодию И если она хороша, то ему глубоко пофиг, насколько она попсова Эта музыкальная широта Блэкмора наиболее эффектно проявилась в одноименной композиции Из альбома 81-го года под названием «Трудноизлечимый» Где он мастерски обыгрывает знаменитую оду радости из девятой симфонии Бетховена Следующий альбом вышел потяжелее, но при этом содержал и успешный коммерческий хит Он попал в американский ТОП-40 и стал высшим достижением Рейнбол в чартах США На текст песни «Каменный холод» Гловера вдохновило болезненное воспоминание о подружке, которая его бросила Забавно, что эта песня была перепета и выпущена в СССР Правда, на эстонском языке в исполнении Тыниса Мяги и под названием «Ночной полет» Ну а одной из самых известных композиций позднего Рейнбол стала песня следующего альбома Которая называлась «Улица грез» Эту красивую, романтичную и совсем не жесткую песню Блэкмор всегда называл одной из самых любимых в творчестве группы На этом альбоме группа Рейнбол по сути закончилась Оказалось, что Блэкмор соскучился по старым товарищам И в 1984 году Deep Purple золотого состава снова возродился А Рейнбол ожидаемо распались Но гитарист не хотел тихо уходить И Рейнбол на их последнем выступлении в Японии в марте 1984 года поддержал полный симфонический оркестр Перерыв в истории группы Длился до 1993 года Тогда Блэкмор окончательно покинул темно-пурпурную команду и реанимировал Рейнбол Возвращение музыкантов ознаменовали альбом и крупное мировое турне, которое длилось два года Однако в 1997 году Блэкмор вспомнил о давней музыкальной страсти к Ренессансу и Средневековью В этом жанре была создана группа Блэкморс Найт О ней когда-нибудь я тоже сделаю ролик А новый проект требовал постоянного присутствия идейного вдохновителя Поэтому Рейнбол снова ударили по тормозам В это время бывшие участники группы активно использовали треки в сольных проектах А в 2009 году Джоли Тернер, Бобби Рендинелли, Грег Смит и Тони Кэрри создали трибьют коллектив На гитаре играл Юрген Блэкмор, сын Ричи Музыканты исполняли лучшие хиты Рейнбол за всю историю группы Однако через несколько лет Ричи Блэкмор объявил, что летом 2016 года отправится в короткое турне Всего три концерта с новой командой Ричи Блэкморс Рейнбол В состав вошли вокалист Lords of Black Chili's Ронни Ромеро Шведский клавишник Йенс Юханссон Барабанщик из Блэкморс Найт Дэвид Кэтт и басист Боб Куриано Их общее фото в рекламных целях тиражировалось в СМИ Ронни Ромеро – человек, благодаря которому Рейнбол снова вернулись в строй Об этом Блэкмор рассказал одному голландскому журналу У Ронни мощный голос, который послужил финальным толчком к возрождению группы Теперь слушатели будут ждать старых хитов Некоторые почтут за честь еще раз увидеть меня на сцене Главное – не показаться немощным Не стукнуло 70 лет Боли в спине и не сгибающиеся пальцы – это не так уж и весело Отовсюду на Рейнбол сыпались предложения продолжить турне Но старость Блэкмора и плотный график выступлений с Блэкморс Найт Не позволяли размахнуться Тем не менее, в 2017 году группа проехала по Великобритании А год спустя, после 23-летнего перерыва, записала новую композицию Будущее «Рейнбоу» остается неопределенным с момента завершения их европейского тура 2019 года В апреле 2022 Ромеро выразил сомнения в том, что группа когда-либо снова отправится в турне или запишет новую музыку Ричи пока не слишком увлечен идеей что-то делать И сейчас он все еще сосредоточен на Блэкморс Найт Пока никакого плана нет Так что мы просто ждем Ведь с Ричи никогда не знаешь заранее Может, через пару дней у него появится идея И мы снова сыграем вместе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!